Дорогие друзья, я всех с удовольствием приветствую, рад приветствовать коллеги, подписчики, отвечаю на вопросы. Значит, Руслан спрашивает, расскажите, пожалуйста, про использование вина при жарке или пассеровке. Ну что, использование вина или выпивки, в принципе, при термичке, значит, это две вещи. Значит, мы даем аромат продукту и мы даем продукту кислоту, в ней есть кислотность. Если мы говорим про какие-нибудь крепкие напитки, про коньяк, это мы даем именно аромат. И вместе с этим мы можем использовать такую выпивку для красивой подачи фламбирования. Вот вы что-то приготовили, плеснули коньяка, подожгли зажигалкой, вот пока несете, скоро это все горит, поставили, значит, подали. Вот, или это мы делаем ароматизацию, это паштеты, например, часто добавляют так. Вот, вино то же самое, то есть, вы влили в сковороду, это выпаривается, алкоголь, спирт выпаривается, остается аромат, все. И чуть-чуть, если вино кислое, там, какой-нибудь белый, там, еще что-то, вы даете кислотность, ну, опять же, овощи будут более стабильные. Вот и все. Значит, при жарке, знаете, когда что-то пожарили, вот, деглазирование, так это вот, это то, что вот на сковороде, так сказать, ну, как назвать, пригорает, не пригорает, вот мясо обжарили, например. Вот, мясо вынули в духовку, пошло, скажем, да, и вы хотите, там, какой-то соус, вот можно в эту сковородку с налетом плеснуть вина, деглазирование происходит, вино растворяет вот этот, пригоревшие, да, мясные соки, получается, жидкость, на основе этой жидкости мы дальше добавляем, делаем соус, вот, деглазирование. Либо же просто, я говорю, сообщить, дать продукту дополнительный аромат. Вот такие дела, Руслан, надеюсь, ответил на ваш вопрос, то есть, просто это один такой из методов приемов, вот, деглазирование, дать аромат, сделать красивую подачу, вот, ну, и дать кислоты в продукт тоже. Ну, опять же, все равно и аромат, и кислота будет. Вот, скажем, ризотто, например, часто там, да, мы льем в ризотто вино, но мы прям чувствуем потом аромат этот ризотто, там, некоторые, без вина будет уже не совсем так, он прям реально чувствуется, туда наливается много, достаточно вина, и вот эта составляющая. Руслан, надеюсь, ответил на ваш вопрос, если у кого-то из зрителей есть еще какой-то дополнительный опыт использования, или я что-то упустил, пожалуйста, всегда добавляйте в комментариях, нам это всем будет полезно. Как всегда, дорогие друзья, я вам желаю категорического здоровья и отличного настроения. Скоро увидимся в новых роликах. Пока.